Очередная афера с незаконным строительством многоэтажных домов на дачных участках. На этот раз в садовом товариществе Гаврикова, расположенном рядом с Москвой. Суд принял решение о сносе таунхаусов, возведенных с нарушениями всех санитарных и строительных норм. Причем платить за это придется тем, кто покупал здесь жилье. Подробности в специальном репортаже Натальи Хохловой. Несколько лет назад жители подмосковного садового товарищества Гаврикова и предположить не могли, что скоро на соседних участках вместо овощей и фруктов вырастут многоэтажки. Когда жители поняли, что на шести сотках строятся многоквартирные дома, жилье в которых предназначено на продажу, забили тревогу. Но остановить строительство не удалось. Вот мой дом стоит, а вот все перегораживает. Ни света нет, ничего не попадает из-за этого дома. И вид весь портит. Желающих поселиться в Гавриково предостаточно. Через дорогу уже Москва, до метро 15 минут. Но цены на участки здесь кусаются. Сотка стоит от миллиона рублей. За чистую землю дорого, а для квартиры по нынешним ценам почти даром. Этим и воспользовались мошенники. Схема проста. В 2008 году участки были куплены частным лицом. Некой Галиной Андреевной Холод, 70-летней бабушкой. Строительство осуществлялось от ее имени, по доверенности. Как только был залит первый этаж фундамента, мы сразу обратились к ней о том, чтобы она получила разрешение. Так как строение дома превышает нормы застройки. Они ссылались на амнистию. Он с самого начала пока и строился, как она для нее одной. Когда уже он был построен, потом началась продажа по долям. Иски и жалобы в суд пошли еще осенью 2008 года, но были отклонены. Суду понадобилось 4 года, чтобы признать многоэтажки на дачах незаконными постройками и принять решение об их сносе. Распродать квартиры успели только в одном из трех домов. Правда, там так никто и не жил. Но деньги обманутым дольщикам уже не вернуть. Странным образом, сразу в нескольких историях с незаконным строительством многоэтажек в дачных товариществах всплывает одна и та же фамилия застройщика – холод. В одном случае это бизнесмен, который находится в бегах и объявлен в розыск. В другом случае – пенсионерка с той же фамилией. Остальные участники мошенничества – подставные лица. А если мы посмотрим, кто осуществляет подобное строительство, то видно, что это либо физические лица, с которых нечего взять, которые там пропали. Это какие-то подставные даже очень часто люди, которые ни к строительству, ни к финансам, ни к чему не имеют отношения. Либо это компания-однодневки. Одна компания создается, строит этот дом, потом она пропадает. Самое катастрофическое – это то, что придется сносить дом либо за свой счет, либо его снесут за счет соответствующего бюджета. Но потом оплата в подобном роде расходах ляжет непосредственно на самих собственных. Тенденция мошеннического использования земель, предназначенных под индивидуальное жилищное строительство, возникла после кризиса в 2009 году. Снижение платежеспособности населения, дачная амнистия и множество лазеек в законодательстве. А еще и то, что проверить все объекты застройки просто рук не хватает. Все это шло на руку мошенникам. А из карманов дольщиков тем временем безвозвратно уплывали миллионы. Строительство как бы то идет, то не идет, как бы они мотивируют тем, что то погодные условия не те, то морозы, то еще что-то. Ну, разная, короче, мотивация много прибывала. Я и не подозревал, что какой-то обман. Но когда я увидел, что все, раз приехал, два приехал, ничего, никакие работы не ведутся, и ни у кого спросить там, на объекте никого нету, то я уже заподозрил, что там не ладно. На территории Подмосковья сейчас насчитывается около 150 незаконных объектов капитального строительства. Лидеры – Одинцовские и Мытищинские районы. На земельных участках возводятся трех-шестиэтажные дома на 10-60 квартир по средней стоимости от полутора миллионов рублей. Однако строительство ведется без разрешительной документации с нарушением норм при отсутствии инженерных сетей или возможности подключения к ним. Но нынешнее законодательство предусматривает лишь административную ответственность для застройщиков. Уголовного преследования по этому случаю не предусмотрено, только мошенничество. То есть, когда заведомо человек брал деньги, понимая на том, что люди не смогут ни прописаться, ни получить жилье, ни получить квартиру. В этой ситуации нам необходимо менять федеральное законодательство. Мы теперь, имея определенный опыт, подготовили соответствующие изменения и будем просить депутатов в Государственной Думе внести соответствующие изменения в федеральное законодательство. Тем не менее, юристы предупреждают, не стоит пенять только на несовершенство законов. Прежде чем заключать договор долевого строительства, необходимо ознакомиться со всеми документами подрядчика. Сведениями об участке, свидетельствами о праве собственности, разрешением на строительство. А главное, не стоит гнаться за дешевизной. Скупой и безграмотный платят дважды. Наталья Хохлова, Олег Иванов, Вести.